Всем привет! 3 марта. Сейчас пришла покупаться. Смотрю, тут девчонки уже порасставляли свои все принадлежности. Очень дорого с нас взяли за два дня пребывания в этой квартире. Мы завтра будем отсюда переезжать, потому что дико здесь дорого. Но, конечно, красиво. Смотрите, подсветка под ванной. Вот набрана в ванной вода сейчас. Под ванной подсветка. Конечно, здесь красиво, но все равно сейчас лучше. В данной ситуации что-то искать себе подешевле. О, зажглись эти лампочки. Тоже очень красиво. Я до сих пор запухшая. Вчера наревелась. Сейчас буду вам рассказывать. Короче, залезла в ванну прямо в футболки, чтобы с вами поболтать. Почки грею. Потому что за эти дни подмерзла все равно. И в машине ноги постоянно мерзли. А от ног, разумеется, когда перемерзаешь, все остальное начинает сразу заболевать. Вчера был такой ужасный день. Во-первых, мы два раза проходили таможню. Первый раз мы уже доехали. Нам даже выдали талончики. Сколько у вас человек в машине? Мы там сказали 4 в нашей. 3 было в Настиной. Ну, Настя, Катя и Дима. И, в общем, мы уже подъезжаем. Практически все прошли. Понимаете, отстояли все очереди. Подъезжаем. И говорят, Костя, сколько вам лет? 53. Нет, вы никуда не поедете. Мужчин до 60 лет не выпускают. И мы начали показывать, что у него же вот эта инвалидность пожизненная. Вторая группа. Показывают бумаги по его заболеванию, где там написано, что... Причем так обидно было. Вы знаете, один этот солдат сказал, говорит, как война начинается, так сразу у всех заболевания начинаются. Я ему показываю бумагу, датированную еще 2017 годом, в которой написано, что нужно думать об утрате процедатности, об утрате работоспособности Кости. То есть Косте еще в 2017 году сказали оформлять инвалидность. Он просто этого не делал. Ну, не делал и не делал. А потом взял и сделал. Но ведь бумаги-то есть, где он лежал в больнице, где его основной диагноз, где написано, что болеет более 10 лет, где написано, что у него последняя стадия болезни. Понимаете, какой из него вояка, какой? Он, блин, серьезно болен. Он инвалид пожизненно. Группа пожизненная, дано. Нет, для нас эти бумажки ничего не значат. Идите в военкомат. И, короче, мы сказали девочкам, едьте с Димой через границу, а мы поедем в военкомат. Мы развернулись и поехали в ближайший военкомат, который находился во Львове. Ехать до него было полчаса. Ну, разумеется, назад было ехать гораздо быстрее. То есть вперед опять стояли дикие очереди на таможне. Назад было быстрее. И, в общем, приезжаем мы к этому военкомату. Костя берет эти бумаги. Мы с ним пошли. Доходим до военкомата. И он дальше идет сам без меня. Я жду его на улице. Зашел. Как-то быстренько вышел. И говорит мне, сказали по месту жительства. И все. И мы идем в машину. Я понимаю, что это не то, потому что Костя идет быстро. Я по его лицу вижу, что никуда он не ходил. Понимаете? Приходит в машину. Он мне говорит, делай со мной, что хочешь. Хочешь разводись со мной? Я не пойду. Я не могу. Все мужчины идут воевать. Все идут добровольцами. А я буду вот это вот идти, чтобы взять медотвод и уезжать. Нет, я типа тоже готов пойти воевать. Мне говорит, стыдно, что я типа как убегаю, в то время как остальные мужчины воюют. Стыдно, говорит. Я начала плакать, потому что я не понимала, что нам делать. Мы реально три дня были в дороге. Мы реально находились в чужом городе, на краю Украины. То есть назад ехать очень далеко, очень опасно. Опять под всеми этими сериалами, под возможными обстрелами с неба. Ехать с ребенком назад. Но я госте сказала, что я без тебя никуда не уеду. Я говорю, я тогда тоже никуда не поеду. Говорю, я тебя тут домой не брошу. И мы семья. Не поеду я без тебя, говорю. Но у меня же постоянно эти головокружения, эти аритмии страшные бывают. Получается, понимаете, ребенок как бы... Ну, если со мной что-то случится вдруг, то у ребенка не будет тогда ни папа, ни мама. Костя пойдет воевать, со мной что-нибудь случится и все. Алиска маленькая. То есть ради Алиски. Я вот сидела и думала в машине, ради Алиски, ну что, что делать? Вот что сейчас нужно сделать? Я начала плакать, потому что у меня была безвыходность полнейшая. У меня просто слезы градом. Я взяла эти костяные бумажки, схватила. Вышла из машины и пошла в этот военкомат. Я подошла к военкомату, плачу, не могу вообще ничего объяснить. Туда внутрь мужчины ходят. И меня спросил тот, который с автоматом стоял перед военкоматом, что случилось. То есть я говорю, скажите, пожалуйста, кого я могу узнать? Вот по этой болезни вообще медотвод положен. Ну как бы освобождают от военной службы. Потому что Костя, в принципе, и так не военно обязан. Его уже по возрасту были сняли. Ну, в Черхасах сняли с военного учета. Он не военно обязанный. Но в войну все мужчины, они становятся военно обязанными до 60 лет. Все. Но, конечно, есть случаи, когда, например, там мужчина, многодетная семья, тогда мужчину выпускают, потому что он единственный кормилец. Ну, у нас, в принципе, тоже трое детей, но они уже совершеннолетние. Если бы они были несовершеннолетние, все трое тоже бы выпускали. Ну и плюс Костя, он не хотел уезжать. И я же говорю, мне просто вот врач, который есть, пусть посмотрит вот это вот и скажет, что вот мой муж, он придатный к службе или нет. Ну, короче говоря, меня туда пропустили, провели на третий этаж. Я показала эти все бумаги врачу. Она посмотрела и сказала, что это действительно очень серьезный диагноз, и что с ним действительно, ну, Костю воевать все равно не отправят и не возьмут. Вот. И мне дали какую-то бумагу, на которой было написано, что он снят с военной службы по какой-то там статье по закону Украины, по вот этой его болезни, инвалидности. Короче, я вышла с этой бумагой в машину и сказала, Костя, тебе это положено. Это не то, что ты сбегаешь, или ты бы это просил, или бы... Ты пойми, ты серьезно болен. Ну, тебе реально по закону это положено. Вот. Ну, короче, мы с ним чуть-чуть не разругались полностью. В общем, мы ели выехали. Мы ехали, вы видели, ночью. Мы ехали ночью в очень большой очереди, просто в очень. Мы 500 метров проезжали 5 часов, просто 500 метров. Вот так вот пропускают три машины, и мы стоим минут 15-20. Потом еще три машины пропускают, и мы стоим. Но это еще было ничего. Мы были в машине, мы могли ее подогреть, мы могли согреться. Поэтому мы абсолютно себя не жалели и не переживали по поводу того, что так долго нам стоять, потому что справа от нас была полоса, где стояли люди. Люди с маленькими детками на руках. Я даже вышла из машины один раз и говорю, девушка, сядьте, посидите с младенцем, погрейтесь у нас в машине. Потому что, говорю, ну, я вижу, что они стоят очень долго, понимаете, холодно. Вот. Ну, девушка у меня говорит, не, не, спасибо, мы только приехали, сами только вышли с машины. То есть людей подвозят до границ на машинах, они выходят. Ну, либо вот кто-то подвозит просто, есть такие службы, либо сами родственники подвозят. Те же там мужья, да, которые не выезжают, жен с детьми и так далее. В общем, очень, очень много людей. Вы просто не представляете. Это как, когда ты попал под открытым небом на какой-то концерт, какой-то знаменитости, и вот такая куча людей. Просто очень много, очень много с детьми, с маленькими детьми. Никто никого не пропускает. Там давка, толкучка, чуть ли не паника. В общем, на границе творится ужас, самый настоящий ужас. И когда мы машины уже, ну, в свою очередь, то есть три ряда есть. Один ряд едут автобусы, второй ряд едут машины, третий ряд идут люди пешие. Вот так вот три колонны, как бы. Машин колонна посередине, мы ехали посередине. Слева автобусы, справа люди. И вот когда мы уже подъезжали, наконец-то, это уже было там что-то ближе к 11 ночи, к этому самому пропускному пункту, что-то там произошло среди людей справа, и они вдруг резко все вперед побежали. Честно, было так страшно, знаете, вот так ломанулась толпа. Мне, во-первых, за деток было страшно, которые в этой толпе были, что их там затопчут просто. Во-вторых, у нас аж машина как от взрывной волны покачнулась. Знаете, люди, ну вот они проходили, они всем задевали нашу машину рюкзаками, ногами детей, которых несли на руках. Вот все время стук по машине шел, они перекрыли спереди машины проезд. И когда включился светофор, и наш ряд должен был ехать, прибежал, ну там, патрульный с автоматом, начал кричать, начать говорить, чтобы люди отошли. Короче, люди с такой паникой, с малюсенькими детьми на холоде в очень-очень большом количестве. Я не снимала это. Во-первых, ну, мне было страшно как-то военное время на границе, ну, делать видеосъемки. Знаете, во-вторых, ну, я не хотела ничьи права нарушать, потому что, может, кто-то из людей не хочет, чтобы знали, что они с Украины уезжают, а я их засниму. Ну, короче, вы сами понимаете, не совсем тот вариант съемок. Но, конечно, то, что там происходило, я вот сейчас просто описываю словами, я просто в ужасе. И это толпа людей, которая стояла уже, ну, близко к выезду за границу, которых было очень много. Это еще были далеко не все люди. Потом за где-то метров пятьсот еще такая же толпа людей стояла. Потом дальше еще. То есть пропускали, ну, пропустили, как и нас, как и машины, какое-то количество людей. И потом ждали. Там несколько блокпостов, где стоят люди с автоматами, и они говорят, например, едьте. Вот, поехали машины, стойте. Кстати, на нас остановили. Ну, то есть перед нами машины проехали, и как раз мы потом были первые в следующем потоке. И мы могли сидеть и наблюдать, что происходит. Это кошмар, что там происходит. В общем, люди прямо, я не знаю, тысячами, если не сотнями тысяч, каждый день выезжают, выходят пешком, они переходят через границу, через Украину на Польшу. Сказать, что мы сейчас себя чувствуем в безопасности, что мы какие-то радостные, что мы вот здесь вот сейчас находимся, нет. Мы не чувствуем ничего хорошего. Мы постоянно, каждую минуту мы в телефонах, в ноутбуках мы списываемся. Сейчас мы списывались с Надей, и там едут люди с Харькова, им нужно где-то переночевать. Я дала им, Надя, номер, попросила Надю, чтобы она их у нас там приняла. Я сказала ей, чтобы она взяла наше постельное белье, просто не... Ну, все, что у нас есть, людям дала, постелила, отдала им вообще, если им нужно, с концами, чтобы она брала еду. Все, что у нас там есть, чтобы помогать беженцам, которые из горячих точек выезжают. Я смотрю видео, каждые, я не знаю, полчаса или час есть попадание в жилые дома. Страдают реально мирные, жилые люди. То, что там обещали, что мирных жилых людей, мирных людей из жилых районов не будут убивать, это все вранье, потому что постоянно попадение в жилые дома, постоянно смерть происходит и дети тоже погибают, потому что дети тоже живут в жилых домах и они не могут знать, в какой дом, когда попадет снаряд. Это настолько страшно, это настолько низко по жилым домам просто наносить удары, что у меня просто слов нету, честно, у меня нет ни слов, ни сил. Мы приехали сюда в 5.50 утра, мы всю ночь ехали, мы переехали границу и мы ехали всю ночь реально. Я в один момент проснулась ночью от того, что мы чуть не слетели в кювет. Я почувствовала, что машина повернула резко, как-то нас занесло. Я даже не сообразила, что произошло. Костя заснул за рулем, проснулся и поехал дальше. Потом в другой момент я проснулась от того, что мы стояли на автозаправке, я спала, Костя спал и все в машине спали, короче. И тут Алиса начала плакать, что ей нужно в туалет. Бедный ребенок третий день не мог сходить в туалет, мы забыли, дома горшок. Ну, по-маленькому она-то ходила, понятно, а по-другому делу она не могла сходить, у нее там что-то уже начало болеть, в общем, она же и сидела очень долго все эти три дня и, в общем, пытались там ее и на заправку водили, и все, у нее не получалось, она плакала. короче, вот это под этот ее плач, Костя выпил кофе и мы поехали дальше. В итоге мы в 5.50 мы добрались сюда. В 9 утра уже мы созвонили с сыном, слава Богу, здесь Ина есть, который мы Диму привезли, ее сына. Дима, это, кстати, просто наш подписчик, это не то, чтобы какой-то наш родственник, просто мы помогли мальчику добраться до мамы. Мама здесь в Польше, папа тоже в странах ЕС, а мальчик был в Черкассах. В общем, Ина нам помогла вот эту вот квартиру на 2 дня найти и завтра поможет снять что-то другое. Она хорошо сейчас говорит на польском, она уже его выучила, я не знаю, что бы мы сейчас без Ины делали просто. Получилось так, что как бы мы помогли ей, она помогает нам. Все это от чистой души, взаимно, и, ну, вот так совпало, она нам написала, мы с ней не переписывались, несколько месяцев, наверное, ну, там поздравляли друг друга с праздниками иногда и все. И тут она нам написала про то, что Дима тоже в Черкассах, как раз тот момент, когда мы подумали о том, чтобы уезжать, и мы взяли Диму с собой, ну, это просто судьба была, понимаете, это была судьба. Вот, и сейчас Ина нам очень помогает, она так сегодня, она говорила с хозяином этой квартиры на польском, мы только стояли, открыли рот, слушали, и вот он приехал, он взял с нас деньги за эти две ночи, которые мы тут провели в этой квартире, и сказал, что сегодня пришлют два варианта, где можно жить дальше, есть какой-то частный дом, есть какая-то квартира подешевле. Мы посмотрим эти варианты и куда-то в один из этих домов переедем. Вот. Сказать, что сейчас есть какое-то желание где-то пойти посмотреть Польшу, магазины, в мирное время, правда, было бы это желание. Сейчас все мысли о том, что там, как помочь там, мы, понимаете, мы умом и всеми своими, как это сказать, это всей душой и мы сейчас в Украине. Понимаете, мы страдаем просто, вот мы смотрим, что происходит, мы страдаем не за своих, в Черкассах пока более-менее спокойно, мы страдаем за весь украинский народ, когда мы видим, что происходит, просто, когда мы видим очередной обстрел жилого дома, когда мы видим очередные жертвы мирных людей на улице, понимаете, ладно, когда военные воюют, и то. Сейчас очень много детей бросают воевать, военные, мальчиков этих. Ой, я не могу, в общем, я не могу спокойно об этом всем говорить, потому что, понимаете, у меня девочки, да, у меня девочки, но если бы они родились мальчиками, и сейчас бы было 19 лет и 21 год сыну, вот как Насте и Кате сейчас, и их бы вот так вот забрали бы воевать. Но это же дети, это же, я не знаю, что сказать, дети, которые никому не желают зла, которые, возможно, даже не могут кого-то убить, которых обязуют где-то стоять с этими автоматами, и они стоят, потому что так надо, и потом приходят и просто их убивают. Или те, кто приходят, они тоже детям, возможно, которых заставили пойти, или которым вообще не сказали, что здесь война происходит. Короче, ребят, я не знаю, очень плохо, морально очень плохо, просто все болит, голова болит, глаза болят, я вчера наревелась еще, душа болит. В общем, вот такое вот у нас состояние, нет у нас никакой эйфории сейчас, никакой радости от того, что мы выехали. единственное, что, ну, хорошо, что Алиса просыпается, она сегодня, кстати, проснулась и говорила что-то, что типа сирены, тут милиция ехала, но я ее успокоила, сказала, что нет, нет, Алисочка, здесь безопасно, здесь сирены, нет, единственное, что вот заморальное какое-то вот здоровье своих детей, ради этого стоило бы ехать, просто ради морального здоровья детей, чтобы они вот это вот все не переживали, когда ты сидишь и слышишь эту сирену даже или думаешь, что сейчас что-то бомбанет и так далее, но мне не хочется этого для своих детей, но я сейчас переживаю за всех остальных детей, которые в Украине, очень сильно переживаю за Украину и я не знаю на самом деле что сказать, я могу сказать только, что никакая это не спецоперация, это полномасштабная война, однозначно, и что стреляют по жилым домам, не Украина, уж точно, мы сами себя не бомбим, поверьте, это абсурд, это абсурдно говорить, вот вы бы взяли и бомбанули бы свой дом, ну, это не абсурдно, как могут люди сами себя бомбить, такой дружный народ, такой хороший народ, мы уже сто раз убедились, какие хорошие люди, даже пока добирались до этой границы, да и весь мир вводит санкции, наверное же не просто так, правда, поэтому Украина сама себя не бомбит, вот что я хочу сказать, я знаю, что многие писали, спасибо, что вы не высказываетесь про войну, я никогда не лезла в политику, в религию, в какие-то вопросы, но сейчас у нас в стране умирают дети, умирают дети, каждый день, каждый день бомбят жилые кварталы, жилые, понимаете, то, что происходит в стране, уже перешло все границы возможного и невозможного, и я не знаю, каждый, кто может это остановить, должен пытаться это остановить, по-другому никак, потому что будет все больше и больше и больше жертв, и их потом не вернешь, понимаете, когда города можно отстроить, все можно починить, да даже если нельзя, все равно, все это ерунда по сравнению с человеческими жизнями, ладно, я сейчас постараюсь покупаться, пойду монтировать видео, три дня в дороге, грязные штаны, нужно их тоже как-то постирать, порошка нету, мылом постираю руками, и надо готовиться к переезду, на этом пока все, всем пока, желаю, если у вас мирное небо над головой, чтобы так было всегда, а для тех, у кого оно сейчас не мирное и не спокойное, желаю, чтобы этот кошмар как можно быстрее закончился, и обращаюсь ко всем, кто может помочь, побыстрее это закончить, пожалуйста, помогите, чем можете.